20.30 это КЭП, добрый вечер, все новости пятницы, начинаем. Президент Вадим Красносельский вернулся из Москвы. На этой неделе там много говорили о Приднестровье. Были встречи в МИДе, Госдуме, Совете Федерации и не только. Есть детали, которые остались за кадром, рассказываем. Москва, большое здание с бегущей строкой под крышей, медиагруппа «Россия сегодня», отсюда новости на весь мир. В последний день московского визита Вадим Красносельский проводит брифинг для журналистов. На площадке пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня» президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Николаевич Красносельский. И сегодняшний брифинг проходит по итогам визита Вадима Николаевича в Москву. Встреч было много. Администрация Путина, МИД, Совет Федерации, наше представительство, много Госдумы к Затулину зашли перед встречей с Неверовым. В плотном графике для Приднестровья время всегда есть. Так выглядит рабочий кабинет замглавы Думского комитета. Две небольшие комнаты. На стене фото деда, который прошел Великую Отечественную. Да и сам Константин Затулин в этот день в галстуке георгиевских цветов. Тут же глобус. Такие в Госдуме есть еще. В приемной ЛДПР правильный на нем Приднестровье. У Единой России в конференц-зале на фото знакомые лица парламентарии, за которых голосовали и в Приднестровье. А вот они сами здороваются с президентом. Пока собираются, говорят о новом думском составе и о насущном. Дальше в кабинет к Неверову он курирует, как уже и в Москве говорят, Приднестровскую мини-фракцию. Зампред Госдумы «Наш» за Неверова голосовали, в том числе в Террасполе. В кабинет к Сергею Миронову, лидеру «Справедливой России» заходит с начала СМИ. Миронов пока работает, что-то подписывает, рядом книга. Серега, простые истории надежного парня. И тут же простая теплая история – встреча с нашим президентом. Дальше разговор о проблемах, которые волнуют приднестровцев. Это гражданство России, маткапитал, медпомощь, работа нашего ПГУ. Об этом на всех встречах в Москве. Для парламентской газеты – традиционное интервью. Президент приходит и сначала идет не в студию, а в редакцию. Там ждет подарок – сборник о нашем земляке Лемаре Корзилове. Фотожурналист, фронтовик, партизан. Над книгой работали российские журналисты. Найти архивы помог наш президент. Теперь о подвиге Корзилова больше узнают и в Приднестровье.